Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В торговом центре «Время простора» откроют площадку для продажи кировских товаров. Об этом на еженедельной планерке в правительстве рассказал исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Дмитрий Глушко. По его словам, местным производителям в торговом центре отдадут площадь в 3000 квадратных метров. Предоставлять место для размещения торгового павильона будут бесплатно. Участникам нужно будет платить только ежемесячный организационный сбор. Это 5000 рублей. В эту сумму входят затраты на электроснабжение торгового места и обеспечение охраны. На данный момент на участие в проекте есть уже 24 интересанта. Это кировские производители игрушек, мебели, кондитерских изделий и других товаров. Открыть площадку для посетителей планируют в ноябре. Руководителем «Вятавтодора» назначили депутата гордумы. Дениса Ситникова назначили на должность заместителя генерального директора с исполнением обязанности гендиректора. О кадровых решениях сообщил губернатор Александр Соколов. Он отметил, что Ситников, действующий депутат Кировской гордумы, служил в органах МВД и является полковником внутренней службы в запасе. Напомню, прежнее руководство «Вятавтодора» было уволено после того, как стало известно, что предприятие без согласования с Министерством транспорта продало близким компаниям значимые объекты недвижимости, находящиеся в центре Москвы по цене в 2-3 раза ниже рыночной. В эфире «Экономика». Кировская область получит 1,5 млрд. рублей на расселение из аварийных домов. Распоряжение о выделении дополнительных 24 млрд. рублей регионам. На реализацию программы переселения подписал председатель правительства России Михаил Мишуйскин. Всего деньги получат 43 региона, среди них и Кировская область. В наш регион направят 1,5 млрд. рублей. Деньги поступят до конца этого года. А до конца 2023-го область должна расселить все дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Таким образом, новое жилье должны получить 4 тысячи жителей региона. Они переедут из 1870 аварийных жилых помещений общей площадью 70 тысяч квадратных метров. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 61 рубль 76 копеек, евро 60 и 56. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.